Когда будут сданы дома для жителей Морозовских казарм? Что будет на месте речного вокзала? Ожидать ли в Твери восстановление трамвайного движения? На эти и другие вопросы губернатор Тверской области Игорь Руденя ответил в ходе традиционной итоговой пресс-конференции. В ней приняли участие представители федеральных, региональных и районных СМИ. Свой вопрос главе региона задал и телеканал Тверской проспект. Традиционная ежегодная итоговая пресс-конференция губернатора началась со вступительного слова главы региона в адрес представителей СМИ. Игорь Руденя выделил ключевые успехи, которых областному правительству удалось добиться за минувший год. В частности, глава региона отметил, что на рассмотрение в законодательное собрание был внесен проект областного бюджета на ближайшие три года. Утверждена адресная инвестиционная программа. Мы на высоком уровне провели наши выборы. Это главное политическое событие уходящего сезона. У нас, как вы знаете, были самые большие выборы. Таких субъектов Российской Федерации было не много. Это выборы депутатов Федерального собрания Государственной Думы, депутатов нашего областного ЗАГС, выборы депутатов муниципалитета, выборы высшего должностного лица субъекта. Я хотел бы поблагодарить жителей, потому что у нас достаточно хорошая была явка. Во многом прошедших выборов касался и первый вопрос, который прозвучал от журналистов на пресс-конференции. Рея Верхневолжья поинтересовалась у главы региона, удалось ли областному руководству собрать ту самую команду развития и ожидать ли в ближайшее время кадровых перестановок. Губернатор подчеркнул, что на федеральном уровне Тверскую область представляют сильные политические фигуры. Это депутаты Государственной Думы Юлия Саранова, Сергей Веремеенко и Владимир Васильев, а также сенаторы Людмила Скаковская и Андрей Епишин. Следующим прозвучал вопрос о возможных ограничительных мерах, которые могут быть приняты в преддверии грядущих праздников. Однако Игорь Руденя заявил, что никаких дополнительных ограничений не планируется, и Новый год жители Верхневолжья смогут встретить в обычном плановом режиме. Но, разумеется, в условиях необходимости соблюдать действующие санитарные и эпидемиологические требования. Вопрос, который задал губернатору телеканал Тверской проспект, касался коммунальной сферы. Каждым годом все больше износ несут наши коммунальные тепловые сети, в первую очередь. Причем это касается как столицы Верхневолжья, так и региона. В целом эксперты называют достаточно высокий процент износа, к сожалению, тепловых сетей. У меня к вам в связи с этим вопрос, какой выход из ситуации вы видите. В частности, осенью этого года на встрече с Новоком обсуждался вопрос передачи тепловой системы до хозяйства региона на баланс «Газпрома». Когда эта работа начнется в нашем регионе, в Верхневолжье, и о какой сумме может идти речь со стороны газового монополиста? Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что это системная проблема не только в нашем регионе. Без масштабного участия государства и государственных компаний никакая модернизация ЖКХ невозможна. Это все прекрасно понимают. Все, что сегодня касается инвестиций в ЖКХ, это либо деньги государства из бюджета, либо повышение тарифа пользователей или получателей услуги. Поэтому, исходя из того, что мы не можем сделать акцент на втором, то есть на тарифе, мы сделаем акцент на первом. Это должна быть масштабная поддержка государства, участия государственных компаний, либо государства. В данной ситуации мы обратились к президенту, нашему Владимировичу Путину. Он поддержал и дал поручение компании «Газпром» забрать в эксплуатацию, государственной компании «Газпром», забрать в эксплуатацию компанию «Торской генерации» и произвести модернизацию ресурсов, потому что некоторые объекты компании уже по возрасту начали около 100 лет. Разумеется, интересовала журналистов и такая тема, как судьба речного вокзала. Игорь Руденя заявил, что восстановление этого объекта входит в планы областного руководства. В частности, в 2022 году начнутся работы по проектированию. Ожидается, что речной будет восстановлен в прежнем облике, но с использованием новых современных материалов. Что касается отроч-монастыря, который существовал на этом же месте, то на этот вопрос глава региона ответил лаконично. Надо сохранить и то, и другое. Речной вокзал будет стоять на Стрелке, там же Волга и Тверца. Что касается отроч-монастыря, мы считаем, что наша задача – это создать условия для его восстановления. В ходе пресс-конференции разговор зашел и о других важных с историко-культурной точки зрения объектах Верхневолжья. В доме офицеров, здании, где прежде располагалось Суворовское училище, Ласточкином гнезде на улице Крылова. От этой темы беседа плавно перетекла к вопросам транспортной сферы. Игорь Руденя рассказал, как будет функционировать новая модель пассажирских перевозок в Конаковском районе, о планируемом восстановлении трамвайного движения на территории Твери и о строительстве высокоскоростной магистрали на территории Верхневолжья. Одним из знаковых стал вопрос о реализации на территории региона мусорной реформы. Мы законодательно закрепили отсутствие возможности, точнее сказать, запрет на завоз мусора из других регионов и твердых коммунальных отходов и строительного мусора. Дальше мы заключили контракты с поддержкой Российской Федерации на рекультивацию свалок. Таких свалок у нас три, которые сейчас находятся в рекультивации. Это свалка в Нелидово, свалка в Кимрах и свалка на 13-м километре по Беженскому шоссе. Срок исполнения по Нелидово и по Кимрам декабрь 2021 года. У нас еще есть буквально две недели. В Нелидово уже начинается строительство ограждения вокруг свалки. Контуры все сформированы, свалка укрыта. Такая же история у нас и такой же уровень у нас в Кимрах. Одним из самых запоминающихся моментов итоговой пресс-конференции главы региона стал вопрос юнкора Максима Яковлева из Вышнего Волочка. Школьник предложил проводить в Тверской области праздник для выпускников под парусом Петра по аналогии с фестивалем «Алой паруса» в Санкт-Петербурге. Губернатору идея понравилась. Очень хорошее предложение. Пригласим главу округа Наталью Петровну и Министерство культуры. И я думаю, что реализуем это предложение. Также Игорь Рудень ответил на вопросы о выселении кадрами здравоохранения, ремонте дорог, газификации территорий, поддержке многодетных семей. В общей сложности в ходе пресс-конференции, которая продолжалась более двух часов, глава региона ответил на почти 30 вопросов. В заключении общения с журналистами губернатор поблагодарил представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ за работу в течение года и пожелал успехов в новом 2022 году. Спасибо, Игорь Михайлович.